Представьте, как будто это бункер. Сами посмотрите, да, ощущение бункера здесь. То есть темное пространство. И здесь выход на непосредственно на поле боя. Боевая панорама в несколько квадратных метров посвященная Великой Отечественной войне. Такого больше не увидишь ни в одном школьном музее. Создавали ее несколько лет. Один из художников, Михаил Матянин, запечатлел сражение на Стержневском плацдарме в Псковской области, в котором участвовал создан и сайт музея, где можно увидеть фотографии не только с фронтов Великой Отечественной, но и с первого парада Победы 24 июня 1945 года. На одной из них запечатлен и кубышевский генерал, герой Советского Союза Иван Никитич Конев, имя которого и носит 100-я школа, где расположен музей. Юноармейцы помнят и чтят имена и подвиги героев войны. Мы со знаменем нашего отряда выходим непосредственно и стоим на посту номер один. И участвуем в других акциях. Это мини-парады, которые сейчас на данный момент вся Россия делает. Музей 174-й Самарской школы посвящен Соловецкой школе юнг. Отдельная комната в нем отведена Ивану Павловичу Зорину. Герой войны, североморец, был единственной мюнгой, который прошел по Красной площади в парадном строю 24 июня 1945 года в Москве. Это был легендарный североморец, которым они гордились. Достаточно сказать, что когда он учился, будучи юнгой первого набора, все ребята называли его батей. За плечами у него уже был богатый жизненный опыт. Осенью 41-го года он участвовал в обороне Ленинграда на Пулковских высотах. Ему было 15-16 лет. Иван Зорин сражался на торпедном катере против фашистов у берегов Норвегии. В мае 44-го года его экипаж захватил в плен 15 гитлеровцев, у которых был план минирования побережья северной страны. Так удалось спасти сотни тысяч жизней советских солдат. В 174-й школе об этом подвиги Зорина помнят и сегодня. Он не герой Советского Союза. Он участник победы, участник войны, он участник как раз парадной Красной площади. Поэтому мы очень гордимся этим. Дети знают его биографию. Детей очень много посещает музей. Делаются проектные работы. Музей Соловецких Юнг не перестает жить и развиваться. Ко дню победы планировалось открыть перед школой памятник в виде корабельного якоря. Но из-за коронавируса планы пришлось отложить. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин